Не повышать пенсионный возраст и снизить цены на бензин. К этому призывают некоторые кировчане. Буквально несколько минут назад на Театральной площади закончился пикет. Там люди говорили о важных социальных проблемах, что конкретно не устраивает жителей города, расскажет Надежда Ведерникова. Помоги государству, умри до пенсии. В гробу мы видели эту пенсию. Пенсии для живых, а не для покойников. Такие жесткие лозунги сегодня звучат на Театральной площади. Здесь собрались несколько сотен кировчан, чтобы выразить протест против повышения пенсионного возраста, цены на бензин и повышения НДС. Хотя, конечно, больше всего возмущение вызывает повышение пенсионного возраста. Стоит отметить, что это уже второй пикет за неделю. Первый состоялся, был назначен на воскресенье, однако на него пришло всего несколько человек. Я коротко напомню о повышении пенсионного возраста в стране по инициативе правительства. Пенсионный возраст в России будет повышен до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Сделать это планируется поэтапно. Переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. Как говорят в правительстве, для нынешних уже действующих пенсионеров правила не изменятся. Зато, как пообещал Дмитрий Медведев, пенсии увеличатся и будут расти примерно на 1 тысячу рублей в год. Кстати, авторы инициативы ссылаются на прогнозы Росстата, согласно которым к 2024 году продолжительность жизни российских мужчин достигнет 72 лет, а российских женщин – 82 лет. Ну и наконец, что касается повышения НДС, против которого также протестуют кировчане, оно планируется с 1 января 2019 года. Таким образом, Минфин планирует получать ежегодно дополнительные 600 миллиардов рублей доходов. Что касается роста цен на бензин, по данным Росстата, в апреле-май стоимость топлива выросла более чем на 18%. Сейчас этот рост практически прекратился. В любом случае, окончательное решение пока не принято. Люди собираются на митинги, которые планируется провести в ближайшее время. Ну а документы о повышении пенсионного возраста и ставки НДС планируется рассмотреть в первом чтении до 29 июля. Я против нашего правительства. Они ведут неправильную политику. Они забыли капитально вообще, что есть простые граждане у них, что они тоже люди, что они тоже жить хотят. Коммуналка вообще стала неподъемная просто. Это нереально. У нас дети, нам их надо воспитывать, нам их надо что-то им кушать, покупать, как-то их одевать. Я против повышения. Спасибо. То есть я не хотел. Очень правильно тут все написано. Спасибо. Да я не знала. Я вот совершенно случайно с внучкой встретилась и идем по делам. Как вы считаете? Я против. Против чего? Повышения. Ну я поучаствовала, постояла, расписалась, в общем-то, поставила свою личную подпись, что я против данной реформы. Ну вот, в общем-то, и на этом все, потому что сейчас пока что митинги запрещены.